наше общение можно длить бесконечно стоит ли мы еще подумаем над этим как и вообще над всем тем о чем мы рассказываем конечно мы сидя на планете земля чтобы не говорили очень мало знаем о реальном космосе до возможен и такой путь о котором мы уже давно говорили в наших статьях космос у нас в наших головах нашем сознании и так далее а как же наука что она дает нам какие мы можем с помощью ее увидеть перспективы она конечно постоянно дает ответы по-своему то есть предлагает новые теории которые опровергают старые мол или даже только дополняет ну как например с расширением вселенной заметим этот факт был удостоверен как считается по научному в 1920 году астрономом по имени эдвин хаббл его открытие в конечном итоге привело ученых к современной картинке расширения вселенной считается что за этот процесс ответственно таинственная темная материя гипотетическая форма энергии которая равномерно заполняет пространство и составляет где-то 70 процентов вселенной ну так подсчитали ученые однако сомнения в ее существовании были всегда даже у самого гения из гения в нашего времени альберта энштейна и вот недавно ученые из копенгагенского университета нет нет не английские ученые что уже вызывает больше доверия как известно удалили из уравнения да да взяли и удалили мол не было и нет темную энергию и с помощью компьютерного моделирования помните в каком мире мы живем не информационно компьютерном матрица и все такое посмотрели может ли вселенная расширяться без нее полученные результаты показали что расширение вселенной связано именно с темной материей которую они перед этим как и мы говорили удалили имеющей определенную математическую силу новое открытие считают копенгаггские ученые может изменить наше понимание вселенной ну или их понимание для стена хансена одного из авторов исследования реальность такова что мы не слишком много знаем о темной материи только то что она состоит из медленных и тяжелых частиц в итоге ученые считают что частица и темной материи вообще все частицы темной материи обладают особым типом магнитной силы не магической друзья магнитной модель разработанная ими определила что эта сила будет иметь точно такое же влияние на скорость расширения вселенной как и темная энергия настоящее время так что выходит что поспешили удалить ее из уравнения хотя уравнения для того и существует чтобы что-то добавлять или удалять из них из этого однако следует еще более парадоксальный вывод для нас конечно профанов и дилетантов если дальнейшие исследования подвердят полученные датчанами данные то с темной материи или вернее энергией придется попрощаться потому что в ее существовании не будет никакого смысла вот такая вот парадоксальная эта наука она вводит то что не имеет смысла живет с этим и навязывает всем свои выводы потом вдруг она понимает что тут надо совершенно иные ставить понятия и опять навязывает уже как утвердившиеся ну а нам что делать профаном не хочется показывать свой так сказать мало интеллектуальный и мало образованный уровень и мы поэтому молча глотая слюну киваем головами и вот после этого еще кто-то сомневается что мы не боги кстати в этом-то и весь парадокс взяли и убрали огромную часть вселенной а захотим вернем на место да еще добавим в довесок вот такие мы ну прям боги да конечно это всего лишь теоретическая наука например по теории эмерджентной гравитации вера линде можно вообще обойтись без недоказанных темных субстанций слава богу что эмерджентная гравитация это не какая-то уже устоявшаяся религия принятая на востоке или запад это было бы очень даже неприятная ситуация для нас профанов последнее исследование теории мунд даже не хочу расшифровывать ведет к тому же выводу ну в общем споры в науке не кончаются на здоровье разве мы отвергаем науку мы только пытаемся у нее найти ответы и пока объясняющие и удовлетворяющие нас полностью к сожалению не находим задайте вопрос любому физику за счет каких сил все ядра атомов электроны и планеты со звездами вращаются ответа вы не получите нет конечно будут даны некоторые формулы осуждения ну мол сами понимаете в чем суть не понимаете ну то вы профан что вы можете знать а если значит и получите вот этот в конце концов ответ то вам подкинут объяснение известные счет пифагора или исаака ньютона но это в лучшем случае а то и вообще закинут вам какую-нибудь отдаленную эпоху в общем понятно понятие расширяющаяся вселенной скажут другие было введено как логическое продолжение надуманного явления как большой взрыв который был придуман в угоду религии о божественном создании мира странный конечно способ убеждения но о том о чем мы давно уже говорили если заметили конечно есть еще свет в туннеле тут и теории фира отвергнутые инштейновской школой иудохристианских коммунистических эволюционистов можно это даже кратко абвиатуру такую ввести и хака и и хака я тут и теории физического вакуума очень сильно разряженное пространство заполненная не только веществом но и всевозможными видами энергии так вероятно возможно есть и так же торсионные поля волновые теории и так далее и тому подобного друзья человеческий разум не остановить он не предназначен для покоя покой нам как известно только снится с бешеной скоростью супер световой несется наш разум в пространстве и возможно времени но некоторые это отрисают это дает нам надежду стимулировать наш разум давать ему постоянно пищу для ума как это принято говорить наша земная задача вся фишка правда в том как правильно выбрать и употребить эту пищу все ли и все ли способы хороши и все ли скажем так съедобно и удобоваримо очень однако не хочется думать о том что все наши поиски это надувание щек в мыльный пузырь он становится все больше и больше и вот хлоп и мыльная пена или субстанция расплывается по нашему личику скользкой разбрызганной массой может это тоже модель вселенной так сказать наш личный научно подобный эксперимент пробуйте друзья может у вас получится еще интересней мы же пока ставим точку а Продолжение следует...